Котики мои, всем привет, меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам новые интересные секреты и лайфхаки в Тока Бока. И если вам нравятся подобные видео и хотите больше поисков, то обязательно поставьте лайк, и я пойму, что вам это интересно и буду снимать подобные видео. И напишите пожалуйста в комментариях, какие сегодняшние советы вам уже были известны, а какие полезны. Также можете добавить новые секретики, которые я не показала в видео. Ну а сперва мы с вами посетим почту, потому что сегодня пятница и нам доставили подарок. Посылка пришла на почту, давайте с вами уже сходим, не терпится узнать, что сегодня пришло нам на почту. Я нахожусь уже на почте, взяла пробила талончик, давайте нажмем на кнопочку. Выезжает подарок. Подарок в обычной упаковке. Не в золотой, не в какой-нибудь там сиреневый, розовый. Самая обычная упаковка. А что же находится внутри? Давайте сделаем счастливую рожицу и откроем этот подарок. Сегодня на почте нам пришла вот такая бутылка для воды, для чая, напитков. Я думаю это она... Ребят, что это, это же правильно я поняла, да, бутылка для воды? Если нет, то поправьте меня в комментариях, но что может быть еще это? Это же пьется. Логично, что там находится жидкость. Я просто гень, только боком. Приступим к нашим секретикам и лайфхакам. Первый секретик, который я вам покажу, находится в доме с провидениями. Точнее нам понадобятся вещи из дома провидений. Или дом ужасов. Каждый называет, я думаю, по-своему. У меня, кстати, ребят, обнулилась опять игра. Я без понятия, почему она обнуляется. Вроде бы не так уже много нагружала всеми этими вещами, но все равно обнулилась. Так вот, может быть, кто-то еще подкинет советов, как избавиться от таких багов, потому что это накладно. Каждый раз создавайте персонажей, каждый раз создавайте им одежду. Берем коробку с полки для того, чтобы помещать картины. Первая картина есть. Далее снимаем со стены картины. Отправляемся на второй этаж. На втором этаже нам нужно тоже забрать картины. Сначала посетим правую часть комнаты. В сундучке находится вот такая вот картина с жучком. Здесь у нас висит такая картина с призраками. И с червячком, или, в общем, вот такая вот картина. Две картины мы отсюда уносим. Направляемся, например, к себе домой в особняк. К себе домой. Я уже чувствую себя в особняке, как дома. А, ладно, ребят, кого я обманываю? Я там работаю уборщицей. В коробочку поставим. И картины отправляем в воду, в бассейн. Вы можете заметить, что они меняются. То есть, как только мы опускаем картины в бассейн, у них меняется изображение. Призраки просто улыбающиеся. И призраки пугающиеся. Жучком у нас глазик появляется. Вампир никак не изменяется. Это обычная картина. Значит, ее можно не погружать в воду. Здесь тоже появляются такие вот кружочки. Это моська страшная или что это, непонятно. Пока работают раз, два, три, четыре. Так, сейчас вот еще картины проверим. Женщина тоже никак не меняется. Невозмутимая женщина. И последняя картина тоже никак не изменилась. Какой лайфхак с картинами вы можете использовать в каких-нибудь сериалах, фильмах? Я думаю, это прикольно. Особенно вот этот червячок. Если знаете еще какие-нибудь способы, там, картина может быть не из одного дома, а в другом доме достать картины, проверить, то, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Я нашла лайфхак именно с этими. Для следующего лайфхака нам понадобится сходить в дом творчества, я его называю, на нулевой этаж, в скейт-парк. Возьмем в помощники осьминожку и направляемся в уголок этой локации. В правый уголок. Сначала осьминожку нужно накормить. Иначе ничего не получится, ребят. Давайте угостим этим вот салатом Цезарем. Теперь осьминожку нужно отвезти в туалет, потому что салат был просроченный. Он здесь лежит уже бог знает сколько на этой тарелке. Поэтому осьминожку надо посадить в туалет, чтобы ничего не случилось у него. Вылезла такая, активировалась такая кнопочка с какашечкой. Вы должны на нее нажать. Открывается тайник, в котором мы можем достать летающую доску. Удивительно. Починим ее. Давайте испробуем. Потрясающе. У нас здесь самый крутой скейтборд. Такой был только у Марти Маквай из «Назад в будущее». Мы сегодня в прямом смысле погрузились в будущее. Давайте снимем осьминожку с туалета. Ничего не было. Сделаем вид. Ну что ты, друг, выходи из туалета. Все, какашечка наша снова не может активироваться. Я так понимаю, можно и самим сесть. Третий секретик находится в горнолыжном курорте, а именно в магазинчике. Посещаем с вами зону фудкорта. Здесь стоит такой вот надиратель-продавец, которого надо как-то уговорить, чтобы он дошел и не наблюдал за нами. Здравствуйте, дядя. Идите заказывать. Я хочу заказать у вас бургер. Да, конечно, я пошел работать. Все, наконец-то он ушел работать, готовить нам бургеры. А мы тем временем открываем вот этот тайник, менюшку. И здесь у нас находятся три мини-бургера. Размерчик для Кати, согласитесь. Хотя нет, Кате наоборот, надо размерчик побольше. Давайте сами слопаем эти бургеры. И вот такие монетки достаем. Бронзовая и серебряная монетка. Здесь также еще одна такая вот серебряная, и еще одна бронзовая. Присаживаемся в кресло и опускаем монеты в автомат. Что сейчас произойдет? И вылезает такая вот какашечка прямо на голову этому мальчику. Мальчик, извини. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего в Токо Боко нужны какашечки. Может быть, с ними можно делать тоже какие-то штуки. Штуки-дрыки. Либо они только служат как декорации. Следующий, четвертый лайфхак находится в магазине. Нам надо посетить с вами торговый центр МОЛ. Направляемся с вами в спа такую вот процедурную комнату. и берем детей. Опять мучаем детей в этом выпуске. Нажимаем на кнопку. Так, это я запустила пузырики для ног. Ну что ж такое-то? Вот, все, отлично. Ребят, смотрите, лайфхак заключается в том, что ребенок закрывает глаза и остается с закрытыми глазами. В то время, когда вы встаете, у вас все нормализуется. Вы уже просыпаетесь. Ребенка это не действует. Давайте возьмем еще одного ребенка. Они слишком расслабились. Все, дети заснули. Этот лайфхак очень годный. Я считаю, можно использовать для всяких мини-фильмов, сериалов. Например, вы идете с ребенком в магазин, и они вот так вот уснули у вас на руках. Утомились. Для следующего лайфхака нам надо с вами посетить общественный бассейн. Я не уверена, что он у меня сработает, потому что это будет как проверка. Я еще не проверяла вообще. Все, что я сейчас делаю, я делаю вместе с вами первый раз. Переоденемся в купальник. Повесим свой сегодняшний мега классный костюмчик с перчиками. Со стримкой. И направляемся в бассейн. По идее, если мы сядем на этот круг и будем пытаться вот вниз как-то этого персонажа, он должен вон туда вон залезть. Я надеюсь, кто-то меня понимает сейчас, о чем я не думает, что я спятила. Ребята, в общем, лайфхак у меня почему-то не сработал. Она не прожимается, никак не открывается, и я честно не знаю, как сработал этот лайфхак. Может быть, если с телефона играть получится. Я играю, потому что на планшете многие спрашивали. Для следующего лайфхака нам понадобится дом. Давайте построим какой-нибудь домик, где будем проворачивать наши махинации. Не жалеем, вытаскиваем всех. Все у нас здесь пойдут под страшный суд моего персонажа. А потом я удивляюсь, почему у меня вылетает игра, почему у меня обновляются персонажи, дома пропадают. Дальше заходим в редактор комнаты и достаем стол. Вот такой вот. В игрушках нам понадобится круг. Много кругов, чтобы каждый персонаж сел на этот круг. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А сколько там вообще у меня персонажей-то стояло? Ну ладно, потом еще дополним. Начинаем, друзья, упаковывать наших персонажей. Я не знаю вообще, как это можно было до такого додуматься, чтобы упаковывать персонажей в подарочную упаковку. Согласитесь, лайфхак очень годный. Можно так устраивать прикольные сюрпризы на дне рождения вашего персонажа. Предоставить ему человека в упаковке. Это как сюрприз, когда вы вылезаете из праздничного торта. Только здесь вы вылезаете из праздничной коробки. Построила вот такие две пирамидки. Сейчас редактор и комнаты надо достать два чемодана. Возьмем розовенький и синенький. Одного персонажа мы оставили для помощи. Нам нужна мужская сила. Потому что мы хрупкие создания не дотащим. Столько коробок. Погнали с вами на улицу. В беседке будем стоять. Чтоб с нами ничего не случилось. Надо еще оградить эту беседку забором. На всякий случай. Открываем чемоданы. И достаем все наши подарочки. Раскидываем их по всей местности. По всей территории. Момент истины настал. Друзья, вскрываем подарки. И вот такие вот у нас персонажи из них вылезают. Это очень и очень забавно выглядит. Если честно, мне понравился данный лайфхак. На сегодня это мой топ 1. Это самый для меня веселый лайфхак. Потому что реально можно использовать это в своих фильмах. Например, в тех же близняшках. У кого-то день рождения. Вы такие дарите подарок. Открываете там. Оба, там Ульяша сидит в коробке. Пользуйтесь этим советом. Надеюсь, кому-то я его сегодня открыла. Кто-то, возможно, уже знал. Комментарии открыты. Будем все с вами общаться. Давайте, ребят, делитесь нужными лайфхаками. Обсуждаем с вами. Ищем новые секретики. И продолжаем веселиться. Для следующего лайфхака нам надо с вами вернуться на почту. Забрать с полочки глобус. Подносим глобус к солнышку. И меняем день на ночь. Вот такая красотища у нас получается. Глобус начинает светиться. Следующий секретик находится в горнолыжном курорте. Где соревнования. Где у нас готовятся блинчики вкусненькие. Мне кажется, или ни один выпуск не обходится без еды. В моих видео постоянно фигурирует еда. Ребят, я просто обожаю покушать. Ну как можно не любить покушать. Особенно вкусно. Много. Да еще и блинчики. В общем, можно достать вот такую вот посудину. Эта посуда пригодится вам для себя. Для своего использования. Так что можете, кто не знал, достать эту тарелку себе. И использовать дома. Также я хочу вам показать два лайфхака. Для первого лайфхака сходим в океанариум. Мы вытаскиваем ненужные нам вещи. И берем только подставку. И это мега универсальная штука. Можно использовать как подставку для мороженого. И открыть свое кафе мороженое. Для себя одной любимой съесть все это мороженое. Да что угодно можно туда поставить. Можно использовать на кухне. Столовые приборы размещать. Допустим, вилки. Ножи. Ножи точнее. Можно использовать эту подставку для стаканов, бокалов. Для растений. Одно из моих любимых использований это для конвертиков. Выглядит очень мило, уютно и атмосферно. Не хватает ноутбука, книги, чашки кофе, романтика. Для своей канцелярии можете использовать. Пожалуй, одно из банальных это простые вот щетки зубные, пасты. Ванные принадлежности. И свою косметику также можете поставить. Ну и ее поставила я не просто так, а для последнего лайфхака. Направляемся с вами вот в это место, где можно погружаться в воду. Открываем тайничок. В котором находится вилка, такая ракушка, камушек и крампит. Мы эти предметы выкидываем. Выкидываем, вытаскиваем. Вот хвост давайте на себя наденем, а то она как-то русалочкой у нас стала. Можно использовать этот тайничок как свой личный шкафчик. Туда русалочка складывает все свои вещи, щетки, косметичку. Пользуйтесь данным лайфхаком, играйте в русалочек. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я очень хочу к новому году накопить 300 тысяч подписчиков. Буду вам очень благодарна, если вы поможете мне. Присоединяйтесь в нашу большую и дружную семью. А я вас всех очень сильно люблю. Желаю всего самого светлого, самого вкусного. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok